Всем большой привет! Меня зовут Ира и сегодняшнее видео наконец-то у нас будет макияжное. И не просто макияжное, а с обзором на белорусский бренд Белор Дизайн. Недавно ко мне приехала вот такая посылочка от бренда. Здесь были и горячие новиночки, также были стариночки, но которые я еще никогда не пробовала. Я уже успела в принципе пару раз всем этим добром воспользоваться, потому что я снимаю сегодняшнее видео не с первого дубля и даже сегодня оказалось, что я забыла в другом месте свою лампу, свое освещение, поэтому я сегодня снимаю перед окном. Но я надеюсь, что этот факт не испортит сегодняшнее видео. Давайте быстренько пробежимся по тем самым новиночкам, ради которых мы сегодня с вами здесь собрались. У нас сегодня запланирован яркий какой-то интересный прикольный макияж. Я, как видите, даже желтенькую маечку одела, потому что сегодня на обзоре будет палетка теней новая от Белор Дизайн, в которой присутствуют яркие акценты, желтые и розовые. Также в ней есть еще и нюдовые оттенки. Постараюсь все вообще оттенки из этой палетки задействовать. Надеюсь, что у нас получится что-то красивое. Также из новинок будет пудра Ньют Хармони из той же самой серии, как их знаменитый мой обожаемый, тональный крем. Наконец-то я попробовала румяна из серии Мультиталлин кремовые. У меня до этого был только хайлайтер и бронзер-скульптор. Будет несколько срез для губ. Например, Плампер Тинт, вот такой прикольный, который в упаковке выглядит голубым, но на самом деле он прозрачный и проявляется на губах. Будет жидкая матовая помада, будет блеск. Очень много новинок у Белор Дизайн повыходило. Это даже не все. У них на самом деле гораздо больше всего интересного появилось. Также тушь Виртуоза с силиконовой щеточкой. Ну и из самого такого новенького, что я раньше не пробовала, еще будут средства для бровей. Это их классический карандаш в деревянном футляре. И это фломастер Трезубец. Вот, вместе с вами все это будем сегодня использовать. Будет еще много всего другого от бренда Белор Дизайн. Я собрала все из своих закромов, все, что у меня вообще есть в коллекции, чтобы максимально использовать в макияже только бренд Белор Дизайн. Если вы скучали по подобным видео, макияжно-обзорным, то обязательно дайте мне знать. Поставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Я буду знать, что вам нравятся подобные видео, и вы их ждете. И давайте уже приступать. Я сейчас быстренько за кадром нанесу уход, потому что я еще ничего на лицо не наносила. Оно у меня уже дико сохнет. Я нанесу корейский вот такой тонер. Нанесу сыворотку тоже корейскую. Крем от Аравия. Я уже добиваюсь, скоро он закончится. И на губы нанесу свой любимый бальзам для губ от Эвелин. Ну и вернусь. Приступим уже к самому макияжу. Я нанесла уход. И сейчас я приступлю к нанесению тонального крема. Это мой фаворит уже не первый год. Ньют Хармони. Я его уже повторяла. И самый такой универсальный оттенок 201, который подходит большинству. Если только, конечно, вы не совсем прям белоснежка. Потому что он с бежевым тепленьким подтоном. Но большинству это реально подходит. И не только по оттенку, но и по финишу. По своей текстуре. Нанесу небольшое количество на руку. Буду наносить и кистью, и затем притаптывать еще, подтушевывать спонжем. Это мой любимый способ нанесения тонального крема. Буду использовать кисть от Релуи. И спонжик у меня от Скинке. У них раньше были только розовые. Сейчас появились черные. И я решила взять черный попробовать. Я нанесла тон. Он имеет покрытие от среднего и можно наслоить до более плотного. То есть он перекрывает большинство каких-то цветовых нюансов. Каких-то высыпаний. Финиш у него ближе к матовому. Но не наглухоматовый. А с натуральным небольшим сатиновым сиянием. Вообще на себе я предпочитаю что-то более легкое. Что-то более увлажняющее и сияющее. Можно даже на зиму что-то прям глянцевое с влажным финишем. То есть на сухой коже нужно быть осторожным, аккуратным с этим тоном. Нужно хорошенько, прям качественно подготовить кожу. Хорошо ее напитать, увлажнить. Чтобы не было каких-то шелушинок. Чтобы не было чувства стянутости. Потому что есть вероятность, что этот тон может подчеркнуть какие-то нюансы. Но если вы ищете что-то супер универсальное. Вот какой-то один тон. Вы хотите минималистичную косметичку для себя. Вы хотите взять один тон, который подойдет вам на весь год. То в таких случаях я всегда советую именно Белор Дизайн. Потому что действительно он один из самых универсальных. Следующим этапом я нанесу консилер. Это снова мой фаворит. Который я покупала, повторяла уже просто миллион раз. Я уже сбилась со счета. Это уже не первый год. Я его люблю, обожаю. Это софт фокус. Мой любимый оттенок 102. Он по-моему самый светленький, нейтральный. Тоже наберу его на руку. Он уже посветлее, чем тональный крем. И им очень классно можно высветлить определенные зоны. В Т-зоне я очень люблю делать легкую светокоррекцию. То есть я высветляю немного на центре лба между бровями. Высветляю вот эти треугольнички красоты, как их принято называть. Немного спинку носа и немного на подбород. Набираю кистью от Релуи 14. Обожаю эту кисть синтетическую. Ей очень классно подобраться и во внутренние уголки, и вообще вокруг глаз. Также она очень классно подходит для нанесения, подтушевки кремовых теней. Очень такая универсальная. Я ее прям очень-очень люблю. Набираю с руки консилер. И начинаю наносить сначала в самые темные зоны, в уголках внутренних. Поднимаюсь на подвижное веко. Здесь тоже я все затонирую легким-легким слоем. Самое главное не плотным. Но я хочу перекрыть все эти пятнышки, венки. Выровнять тон кожи сразу. Дополнительно подтушевываю спонжиком. Этот консилер имеет среднюю плотность покрытия. То есть он справится с большинством каких-то проблем, связанных с цветовыми нюансами. Если у вас прям ярко выраженные синячки, то, конечно, лучше воспользоваться персиковым каким-нибудь корректором. Или более плотным, перекрывающим, каким-то более пигментированным консилером. Но на каждый день, мне кажется, такого консилера достаточно, чтобы не утяжелять область под глазами. Все-таки на выход хочется прям вау-эффект. Хочется все вообще перекрыть, замаскировать. Но на каждый день, как по мне, этого достаточно. Он также имеет в себе светоотражающие частички. Он очень классно немного подсвечивает и освежает внешний вид. Поэтому я его постоянно повторяю. Всем рекомендую. Сегодня я хочу сделать и кремовую коррекцию, и потом еще закрепить ее сухой. То есть сегодня такой будет более вечерний макияж. Более насыщенный. И в качестве кремовой коррекции я буду использовать свой фаворит. Также не первый год. Это серия Miss Perfect. Это вообще корректоры идут. Но среди них есть темный корректор. Он такой коричневый, уходящий в теплинку. Но он не суперрыжий. Это скорее что-то среднее между скульптором и бронзером. Он абсолютно матовый. Он очень пластичный. Я его обожаю. Обожаю даже больше, чем скульптор из этой серии Multi Talent. То есть из Multi Talent я его закончила. Возвращаться к нему не буду. Потому что по текстуре мне он как-то не очень понравился. Вот этот для меня идеальный. Я его нанесла немного на руку. И той же самой кистью, которой я наносила тон от Ril-E, я буду набирать этот скульптор и наносить в зоны коррекции. Остатки скульптора я убираю с кисти о салфеточку. И буду этой же кистью наносить румяной серии Multi Talent. Они в единственном оттенке. И они очень, мне кажется, универсального оттенка освежающего персиково-розового. И также эти румяна имеют сатиновый отблеск. Прям крупных каких-то частичек сияющих я в этих румянах не вижу. Но они точно не матовые. Нанесла на руку и буду наносить той же самой кистью на щечки. Притаптывающими движениями. Эти румяна, они прям очень нежненькие. Такие достаточно светленькие, слабо пигментированные. То есть их можно наслоить до более яркого. А можно нанести совсем прям натуральненько. Мне кажется, для большинства на каждый день это прям то, что нужно. И оттенок достаточно универсальный. Я уже, в принципе, свежечок. Но почему бы мне не нанести еще и кремовый хайлайтер? Я вообще не любительница кремовых хайлайтеров. Я обычно кремовый хайлайтер использую только на области декольте. Но раз он у меня есть из серии Multitalent. Он, кстати, очень приятного оттенка. Тоже универсального. Тепленький, но не темный. То есть он светленький, золотистый. В общем, раз он у меня есть, я его сегодня тоже нанесу сюда на верхнюю часть скулы. Он прям очень натуральненький. Без особого сияния. Дает просто легкий такой влажный финиш. Но я его еще буду дублировать потом сухим. Вообще все кремовые средства я сегодня продублирую сухими. Хочу сразу зафиксировать пудрой. У меня вообще кожа сейчас не требует прям какого-то супер мотирования, припудривания активного. Потому что у меня кожа, как можно заметить, не особо сияет с этим вот тоном от Belor Design. Но все-таки я хочу закрепить как минимум консилер, который я наносила на эту зону. Возьму новую пудру Nude Harmony, которая должна идеально подойти к нашему тональному крему, потому что она из-за этой же серии. У меня оттенок не самый светлый, насколько я поняла. Хотя, может быть, они там идут не по порядку. У меня оттеночек второй. И эта пудра, она немножечко дает оттенок, но при этом она не плотно ложится. То есть она достаточно легкая. Я возьму кисть, вот такую малышечку из набора китайского DoColor. Наберу пудру. Она, кстати, не особо сыпучая, хорошо спрессована. Нанесу на область под глазами, на вот этот вот треугольничек. Носик припудрю. Центр лба. И подбородок. Все. На остальное лицо не вижу смысла пока что наносить. Может быть, потом, попозже нанесу. Ну вот пудра ложится вообще незаметно. То есть она не наглухо матирует. И она очень классно затирает поры. Дополнительно сглаживает как будто бы кожу. Пудра хорошая. Мне она понравилась. В отличие от белой пудры, это точно не будет вам выбеливать лицо. То есть, несмотря на то, что у меня оттенок второй. Опять же, не знаю, самый светлый он в линейке или нет. Но он очень приятный бежевый. Без какой-то желтизны противной. Самое время оформить брови. У меня карандаш в оттенке 107. Я сама его выбирала. И он мне замечательно подошел. То есть он коричневый с легкой теплинкой. Но при этом он не суперрыжий какой-то. Единственное, что нужно аккуратненько им наносить. Совсем прям легонечко. Потому что можно переборщить. Если сильно надавить, то он будет рисовать очень насыщенно. И брови получатся слишком темными. Потому что карандаш такой достаточно мягкий. Я карандашом прорисую только... В общем, начало брови я не буду трогать. Потому что туда я хочу нанести фломастер. Карандашом я оформлю две трети брови. Ну вот разница брови с карандашом и без. То есть по цвету мне подходит под мой цвет волос. Хотя, наверное, хотелось бы еще более светлый. Хотя бы на полтона. То есть я предпочитаю делать брови чуть-чуть темнее, чем волосы. Но в одном подтоне. То есть тепленький коричневый. Просто не такой насыщенный. Вот такие брови у меня получились. Карандашик неплохой. Но, наверное, я бы повторять его не стала. Почему? Потому что с ним можно легко переборщить. Как-то мало контроля. Чуть больше нажмешь. И все. Он рисует супер насыщенно. Получаются темные брови. Приходится очень много прочесывать. Щеточка здесь не самая удобная. То есть он такой достаточно мягкий. По оттенку, в принципе, неплохо. После растушевки. Но если на каждый день минимальный какой-то макияж. Совсем прям макияж без макияжа. То вот такие брови для меня перебор. Я люблю их делать чуть светлее все-таки. То есть если сравнивать с моим любимым бровиста ультраслим. Там есть 202 номер. Бровиста мне нравится гораздо больше. И к нему я продолжу возвращаться. Этот я использую, конечно же. Но в перспективе к нему возвращаться я бы не стала. На самом деле я даже уже не вижу смысла наносить сюда маркер. Потому что мне кажется уже хорошо брови смотрятся. Плавный такой градиент в начале. Боюсь, что если я вначале начну наносить маркер. Что уже будет перебор. Я покажу только свотчи. У меня это оттенок 20. И колпачок у него выглядит теплым. Как будто бы подходящий под мой цветотип. Но когда его начинаешь свотчить. Он немножечко с такой зеленцой. То есть он не столько теплый какой-то с рыжинкой. Сколько он с зеленцой. Как будто бы подходящий больше для блондинок и русых. Давайте сразу обсудим палетку. Называется она What the Funk. В ней всего 9 оттенков. 5 из них матовые. Остальные сияющие. 4 оттенка сияющие. И в ней, несмотря на то, что достаточно много ярких оттенков. В ней есть и более повседневные оттенки. С помощью которых можно сделать макияж на каждый день. Такой достаточно натуральненький. Из матовых оттенков здесь средний пыльно-розовый. Который в упаковке выглядит, на мой взгляд, более сероватым. На руке, когда начинаешь свотчить, он проявляется более розовым. Должен хорошо подойти для складки века. Также матовый. Достаточно такой насыщенный розовый. Им тоже можно подчеркнуть складку века. Но он уже поярче, чем предыдущий. Еще более яркий розовый. Даже скорее кораллово-розовый. Он прям очень насыщенный. И также яркий желтый. Но он не такой уж прям яркий. То есть в рефиле он яркий. Но чтобы он на коже был яркий, это нужно прям очень много раз наслоить его. Последний матовый. Это темно-коричневый. Не сильно прям темный-темный. Но для повседневного макияжа, в принципе, можно с помощью него затемнить внешний уголочек. Но он не супер насыщенный. Такого нейтрального оттенка. Не уходит в теплинку, в рыжинку. Но и не супер холодный. Скорее нейтральный. Сияющие оттенки. Здесь есть два прям таких светленьких хайлайтерных оттенка. Один уходит в теплинку. Даже немножечко в желтинку. Как будто бы в упаковке. Но на коже он прям очень светленький. С легкой теплинкой. Второй уходит в холодный, в розовинку. Немножечко. Но вообще на кожу в макияже глаз, я думаю, разница будет минимальная. Они прям очень похожи. Также из сияшек здесь есть такая интересная, поярче сияшка розовато-кораллова. Очень, кстати, красивая. Мне кажется, многие ищут такой оттенок в румянах, потому что это что-то типа от Nars Orgasm. То есть он такой красивый розовато-коралловый с как будто бы желтоватым отливом. Красивый очень оттенок. Наверное, самый красивый для меня в этой палетке. И последний сияющий, но не особо сияющий. Я скорее просто сатиновый, темно-коричневый. Несмотря на то, что он сатиновый, но он более насыщенный, чем матовый, коричневый. И мне кажется, с помощью этого оттенка более реально действительно хорошо затемнить внешний уголочек. В общем-то, будем сегодня пробовать все это дело задействовать. Я пока без понятия, что, куда я буду наносить. Без понятия, что я вообще буду делать. Так как у меня уже была попытка съемки подобного видео, но у меня до этого должно было быть видео первое впечатление. Но у меня там все пошло не по плану. Выяснилось, что оттенки достаточно бледненько смотрятся без какой-либо кремовой подложки. То есть я пробовала использовать эту палетку просто на консилер, и мне не понравился результат. Какой-то он невнятный получился. Поэтому сегодня я хочу, чтобы у меня получилось что-то более яркое, что-то более интересное. Поэтому сегодня я воспользуюсь кремовыми текстурами, в качестве подложки. Буду использовать какой-то из оттенков жидких кремовых помад Nude Harmony. Или просто Nude. Да, Nude Harmony от Belor Design. Честно говоря, без понятия, что это за оттенки, потому что все стерлось на упаковках. Так как из средних матовых оттенков, которые подходят для складки века, у нас есть только такие розоватые, то я, наверное, возьму более розовый оттенок. На подвижное веко возьму какой-нибудь более сияющий оттенок из линейки Color Drops. Но к этому мы перейдем позже. Будем действовать по порядку. Не знаю, что это за оттенок, но он такой самый розовенький из линейки. Наберу на руку. Буду использовать всю ту же кисть от Reluie, которую мы использовали для консилера. Занесу складку века. И также на внешний уголочек. Где-то до центра глаза, вдоль ресничек, вот так вот, по восходящим линиям я затемню внешний уголочек. и оттушевываю к вискам. Буквально немного остатки еще на нижний веко спущу. Подложка наша кремовая готова для матовых теней. Буду использовать растушевочную кисть из набора вот такого из пяти кистей, который покупал на Валберис. Очень, кстати, классный набор из натуральных, из натурального ворса бренд Нуаш. Возьму какую-нибудь из них. Небольшие они такие, очень, достаточно миниатюрные кисточки. Очень классно подходят, чтобы не залезть туда, куда ты не хочешь залезть. Я хочу просушить область тушевки. И возьму более розовый, светленький, сияющий оттенок. Очень легко его наберу. И просушу область под бровью. Этой же кистью я наберу пыльно-розовый матовый оттенок. Я пойду от более такого нейтрального оттенка к более яркому. Заношу этот пыльно-розовый оттенок в складку века. Далее я хочу углубить складку века и сделать макияж более насыщенным. Возьму матовый, более яркий розовый оттенок на эту же кисть и нанесу уже не так размашисто, как предыдущий оттенок. Нанесу прямо вот вглубь складки века. Далее я хочу подчистить наш макияж во внешних уголках. То есть подчистить направляющую, потому что сейчас я буду наносить темный оттенок вдоль ресничного контура. Я возьму какую-нибудь скошенную такую плоскую кисть из какого-то там древнего китайского набора, но она очень подходит в этих целях. Наберу консилер и почищу нижнюю границу нашей тушевки. Я немного отступаю нижний валик, потому что там еще будут у нас тени. И все остальное подчищаю, уложу к вискам. Как я уже сказала, далее я буду затемнять внешний уголочек. Я возьму кисть такую интересную, небольшую. Она плоская и она... у нее небольшая поверхность. Мне с помощью нее очень нравится детально затемнять внешний уголочек. Это какая-то из кистей Just. Не знаю, что за номер. И для начала я возьму не сатиновый темно-коричневый, а матовый. И буду затемнять немного ресничный контур до центра глаза. Далее поднимаюсь вверх и как бы рисую стрелку тенями. Дохожу. Чуть выше складки века. Немного подтушевываю края центр глаза на яблочко. Что-то такое получается. Далее возьму жидкие тени от Белор Дизайн. Это какой-то золотистый оттенок. Первый. Наберу небольшое количество, чтобы прям тоненьким слоем нанести на подвижное веко. Мне не столько нужен цвет этих теней, сколько липкая кремовая подложка под дальнейшие тени. Я нанесу на подвижное веко до складки века и даже чуть выше. Сразу же возьму более плоскую кисть из того же набора с Валберис Нуаш. наберу матовые, желтые, яркие тени и нанесу на эту кремовую подложку. Примерно так сейчас выглядит мой макияж. Теперь в этот промежуток я пальчиком нанесу красивую вот эту сияшку коралловую. Я могу сказать, что она достаточно суховатая, несмотря на то, что она красивая, но эти сияшки, они очень скромные просто сатиновые, без ярко выраженного какого-то сияния металлического. Честно говоря, хотелось бы более насыщенных сияшек. На обратную сторону плоской кисти Нуаш наберу этот сатиновый оттенок и нанесу в переход между желтым и внешним уголком. Теперь я хочу снова вернуться к вот такой небольшой плоской кисти и хочу еще больше углубить внешний уголочек. Теперь я возьму уже сияющий темно-коричневый. Он уже такой более мягкий, более насыщенный. Продублирую вдоль ресниц наше затемнение и немного потушую переходы все. Осталось оформить нижнее веко и какие у нас здесь цвета остались. У нас остались светлые сияшки. Давайте светлую сияшку розоватую мы наносили под бровь. Из неиспользованных у нас остался светлый хайлайтерный с желтинкой оттенок. Наберу на маленькую кисть бочонок Белли Х08 нанесу во внутренние уголки и нанесу розово-коралловый розово-коралловый на эту же кисть и нанесу на нижнее веко вдоль роста ресниц. Сейчас, конечно, этот яркий розовый на нижних веках и в целом глаза выглядят странно. Они пока что еще не закончены. То есть обязательно нужно в таком макияже и стрелочки, и яркие насыщенные прокрашенные ресницы и еще желательно в нижнюю слизуцу что-то нанести. Так что пока что не пугаемся. Я сейчас похожа, мне кажется, на вампира. Возьму матовый пыльно-розовый оттенок. Дополнительно подтушу нижнее веко, чтобы не было резких переходов. Чтобы этот яркий розовый более-менее плавно уходил в кожу. Насколько это возможно. Снова беру плоскую кисть, беру консилер и почищу форму тушевки на внешних уголках. Потому что далее я буду рисовать стрелки и это будет моим ориентиром куда вообще будет идти моя стрелка. я уже за кадром прокрасила нижнюю слизистую бежево-розовым каялом, верхнюю межресничку черным каялом и нарисовала черные стрелочки. Далее я хочу накрасить ресницы. У меня новая тушь виртуоза. Здесь силиконовая щеточка. И кстати я использовала один раз тушь. По первому впечатлению она мне понравилась. Сейчас я прокрашу и поделюсь своим мнением. здесь конечно не самая прям моя любимая щеточка. Я люблю в виде елочки, когда она сужается. Но щетинки не колючие. Я могу прям очень близко подобраться к корням ресниц, хорошо их прокрасить. Она их не склеивает. Даже первый раз, когда я использовала, она с одной стороны и делает ресницы заметными, но при этом без эффекта паучьих лапок. Она и объем добавляет, и удлиняет, и при этом аккуратно смотрится на ресницах. В общем, тушь мне понравилась. По первым и вторым впечатлениям, второй раз я ее использовала, прям хорошая тушь. Ресницы заметные. Буду дальше продолжать использовать. Посмотрим, насколько она мне будет нравиться через неделю, через две. Насколько быстро она засохнет, тоже проверим. Но пока что прям классная. Мне понравилась. Давайте еще поближе все-таки вам покажу и ресницы, и макияж, потому что я хочу наклеить пучки. Без пучков не могу я смотреть на такой яркий макияж. Сейчас я хочу немного вернуться к макияжу лица, а именно продублировать кремовые текстуры сухими. Я возьму свой обожаемый бронзер Incredible Hollywood. Это мой самый любимый бронзер на данный момент. Кисть от Luxe Visage для румян. Тоже замечательная кисть. И пройдусь по периферии лица. Этой же кистью я еще хочу нанести сухие румяна. У меня есть румяна Velvet Touch в 103 оттенке. Это сатиновые холодные розовые румяна. И у меня есть из матовой серии оттенок 201. Это коралловый оттенок матовый. Я хочу их смешать на ту же самую кисть Luxe Visage и нанести поверх кремовых. Я люблю побольше румян. Тем более в таком макияже как сегодня. Не люблю бледное лицо. И получился очень красивый оттенок розово-персиковый. В качестве хайлайтера сухого я возьму Incredible Hollywood. Тоже обожаю этот хайлайтер. у меня в холодном розоватом оттенке третьем. Не беру новую кисть. Возьму ту же самую кисть небольшую, которую я использовала для пудры. И нанесу наверх скулы под бровь и на боковые части лба. Последнее на сегодня губы. И я даже не знаю что нанести. Давайте я нанесу сначала блеск серия Bubble Gum оттеночек 14. Он мне кстати сегодня замечательно подойдет. Да в принципе все средства для губ мне сегодня подойдут по оттенку. потому что они все с розовинкой. Начну с блеска потому что он легче всего смывается. Блеск прям очень красивый очень комфортный он абсолютно не липкий и он очень комфортно ощущается на губах. Также как можно заметить он в один слой хорошо перекрыл мой естественный пигмент губ то есть он достаточно насыщенный при этом он лег равномерно по крайней мере этот оттенок и это очень освежающий розовый оттенок мне прям очень понравился и он к сегодняшнему макияжу очень даже хорошо подошел пахнет очень вкусно мне напоминает детский дирол такой сладенький далее давайте затестим плампер тинт из серии фанхаус называется вунш пунш он в упаковке выглядит голубым но на губах он на самом деле прозрачный как он вкусно пахнет мне знаете чем пахнет каким-то детским мохито кисло лимонно мятно очень классный аромат он он на губах сначала прозрачный а затем постепенно начинает проявлять свой оттенок я его уже пробовала поэтому давайте сейчас немножечко подождем и губы должны приобрести холодновато розоватый оттенок тоже очень освежающий этот плампер он так же как и блеск балагам абсолютно не липкий очень комфортный и так как я его уже пробовала то я могу сразу сказать что он не сильно печет губы он совсем чуть-чуть пощипывает их но ощущается комфортно я его заберу в личную косметичку потому что я люблю такие вещи периодически использовать можно уже заметить что на губах оттенок становится более холодным розовым я слегка пройдусь остатками тона по губам жидкая матовая помада из серии интеллект у меня оттенок первый я честно говоря ожидала что он будет более нюдовый потому что насколько я помню я выбирала по картинке на сайте и он по-моему насколько опять же я помню он должен был быть самый светлый но он достаточно насыщенный пудрово-розовый по поводу жидкой помады она действительно матовая она достаточно быстро усаживается то есть есть такие матовые помады которые еще какое-то время там несколько минут они смотрятся на губах глянцевыми и затем постепенно они усаживаются фиксируются и становятся матовыми эта помада она быстро фиксируется и сразу и через секунд и фиксируется и матовая при этом она действительно хорошо фиксируется быстро то есть вот уже она зафиксировалась и если вам нужно накрасить губы и долго ходить с накрашенными губами не обновлять их при этом она достаточно комфортно ощущается на губах то есть сейчас зима отопление у меня все сохнет особенно губы но при этом я не ощущаю дискомфорта у меня нет желания побыстрее это смыть или как-то дополнительно увлажнить сверху каким-то бальзамом или блеском то есть губы чувствуют себя хорошо в целом мне эта помада понравилась я могу ее советовать если вы любите матовые стойкие текстуры и я посмотрю еще какие у них оттенки есть в линейке если у них есть более бежево нюдовые оттенки более универсальные то я даже возьму эти помады в работу себе потому что для стойких макияжей когда опять же нужно один раз накрасить и долго не обновлять помаду это прям классный вариант но все-таки хочется мне капельку добавить влажного глянцевого сияния хочется добавить объема губам поэтому вот этот вунш-понш я слегка нанесу на центр губ если подводить итоги сегодняшних новинок то больше всего мне понравились средства для губ они произвели на меня больше всего впечатления их я прям точно буду использовать с удовольствием на себе потому что и подобные пламперы я люблю и он очень комфортный оказался и также блеск для губ не очень подошел по оттенку очень такой освежающий при этом комфортный и жидкая матовая помада мне по всем пунктам понравилась в общем с удовольствием буду пользоваться этими средствами к тому же они такие веселенькие такие яркие поднимают настроение вообще супер также мне понравилось тушь тоже с удовольствием буду пользоваться ей на каждый день все остальное довольно-таки средненьким для меня оказалось то есть без вау эффекта конечно я буду пользоваться и пудрой она неплохая она хорошая и румянами но вот больше всего мне все-таки понравилась тушь и средства для губ что касается палетки ну для меня она средненькая ну по крайней мере желтый оттенок вот он все равно даже с использованием липкой подложки все равно он не лег так насыщенно как мне бы того хотелось хотя может быть здесь такая задумка была что он должен быть таким выбеленным немножко ну вот мне хотелось бы в нем больше цвета все остальные матовые оттенки они хорошо пигментированные даже в один слой особенно розовые матовые коричневые хотелось бы в нем больше насыщенности то есть гораздо больше насыщенности в сатиновом коричневом но мне кажется все-таки по логике вещей внешний уголочек обычно затемняют матовым темным оттенком здесь он сатиновый также здесь довольно-таки два похожих сатиновых светлых оттенка мне кажется вполне можно было сделать один потому что они абсолютно не отличаются на глазах здесь очень красивая вот эта вот сатиновая сияшка кораллово розово но она красивая только в упаковке и на сводче на глазах она ощущается очень сухо и достаточно скромно и хотелось бы от нее больше тоже насыщенности какого-то не знаю металлического может быть отблеска и вообще в этой палетке мне не хватает какой-то хотя бы одной насыщенной сияшки на сегодня буду заканчивать если это видео для вас оказалось полезным интересным то обязательно поддержите его пальчиком вверх мне будет очень приятно также подписывайтесь на канал чтобы не пропускать дальнейшие полезные видео обзоры большое спасибо за просмотр всем пока пока